в принципе вот мы и дошли, то есть я не знаю, расстояние метров 500 от отеля наверное даже меньше скорее всего метров 500 от того места где вы живете да мы практически пришли здесь вот такая красивая площадь с пальмой вид на самом деле очень красивый тут и всегда есть свободные лежаки это тоже огромный плюс хотя они ужасные в плане лежаки хорошие ужасные именно подушки вот смотрите как все это дело выглядит вот то есть вы спускаетесь по этой дороге все вот лагуна ведь его люди ходят у них воды по колену вот если пойти туда это вроде как наверху какое-то такое для место для взрослых типа тихая зона но там никогда никого не бывает что там сын цепёк и внизу ветра практически нет и из-за этой лагуны даже когда очень сильный ветер в самом море то есть само море запрещают купаться а разрешается купаться только в лагуне это тоже огромный плюс в плане того что вы есть приезжайте там на 7 дней здесь бывает такое что допустим какой-то сильный ветер в течение трех дней вы получаете пол своего отпуска вы просто проваляетесь на пляже нельзя заходить в море это если вы приехали в отель где понтон соответственно и сразу там 10 20 30 метров глубина туда вас уже никто не пустит а до понтона как правило кораллы поэтому вас туда тоже не пустит лучшем случае вы по щиколотку помочите ноги все ну и бассейн да здесь достаточно красиво то есть здесь идет освещение ночью вот это все горит а днем это выглядит немножко помойный вариант но принципе сделать классные фотки здесь реально можно вот тут вот есть фиш-маркет еды там нет практически никогда никакой но бывает иногда до до обеда приходит вот таким вот обалденным ужином обедом обедом кормят здорового мужика а всех там тут пофиг кто что больше брать нельзя если вы хотите похудеть приезжайте в отеле аврора единственное что здесь можно взять хорошего это вода это единственное что радует а вот тут вот подготовка идет к юге потом здесь есть еще такая штука дарт которые реально ужасное но реально здесь кто-то в него играет это даже странно так сейчас пойдем дальше вот эта вот штука я честно говоря не знаю точно как она называется но по-моему это типа дженга народ здесь тоже развлекается вот он что-то вытаскивает отсюда я правило не знаю поэтому дальше это еще не все можно побить вот такой вот мячик не знаю чем его убить здесь никогда ничего нет но побить его можно ну и под финал как эта штука называется я вообще понятия не имею в общем бюро туда дитяжелые мячики и вот здесь их катают как это называется штука я не знаю вот эти звонок разли начинается развлекательная программа детей на площадке нет никогда хотя площадка в принципе очень даже ничего тут достаточно прохладно можно и покачаться и покататься и даже вот подложили мат под горку чтоб попу не протереть здесь получаем полотенце и в принципе все занятие больше нет на пляже а ну и волейбол вот там естественно плюс есть такой же нереально дорогой интернет как и во всем отеле там 10 долларов в час вот видите как выглядит люди ходят практически по колено а вот там вот где у женщина видите стоит она еще шаг сделает и все там уже глубина там постоянно тусуются черепахи постоянно говорят что подальше приплывают дельфины но пока к сожалению при нас они приплывали но мы не успели поэтому не знаю приплывут они еще раз или нет вода здесь она зеркальная соответственно ребенка можно посадить и спокойно будет сидеть даже к нему будут приплывать вот это такое фьючер место для фотографии а дальше можно поездить тоже там стоят камни тоже по фотографироваться но на самом деле как то так вот та вот зона которая я говорил для релаксации типа для взрослых вон синенькая хреновина там сидит охранник который не пускает ходить там там ходить вообще нет смысла там вообще ничего нету чё он сидит непонятно в общем он следит чтобы люди которые там плавают не вставали периодически на кораллы ну наверное о пляже можно больше ничего не говорить лежак сломанный причем вот так к сожалению большинство лежаков и починить их уже вряд ли кому дастся и мало того что еще и занозу себе посадите так что аккуратнее с лежаками здесь жопа да не забывайте да иголку чтоб занозы вытаскивать самое что интересно сегодня весь день был без полотенец вода кстати вон видите камень торчит вот он периодически то на суше лежит то его вообще не видно то есть приливы здесь огромные да вы можете видеть вон там далеко там вода заливается ходят цапли то есть да ну достаточно прикольно вон там находится клуб как раз да dark superior где вы можете заняться дайвингом там стоят и лодки соответственно вы там обучаетесь плаваете наслаждаетесь здесь есть два домашних рифа на которые они возят плюс куча разных точек за которые приезжает машина и вас увозят туда итак тут есть еще одно развлечение это как сказать правильно татуировка хной можно выбрать вот такие вот варианты на самом деле есть еще целый каталог ну набросок соответственно и потом начинает уже полностью рисунок вот если вы видите как у него на телефоне цена на самом деле абсолютно разная там от 5 долларов и до 100 и до 1000 я не знаю после того как вы это дело нарисовали нужно подождать около получаса часа и все это дело высыхает соответственно отваливается и остается у вас уже на ну приблизительно должно остаться на месяц вот первые наброски на самом деле когда все дело смылось оказалось что сделал очень очень так посредственно так что наверное все таки мы не советуем пользоваться услугами данного чувака потому что ну как бы неаккуратный малек за такие деньги она давно не стоит так что смотрите сами лучше проходить мимо вот пару дней попускали квадрокоптер на третий день вот приехали военные развернули вот такую вот базу вот эта вот штука еще обычно крутится но сегодня видимо очень сильный ветер был поэтому она не крутится вечером мы уходили только спрятали квадрокоптер на следующий день приходим бабах и военная база не ну наверняка конечно не за нас но очень быстро она раскрутилась так что теперь наверно стрёмно летать мы как раз там и летали вон там вот где сидят бабульки там обычно воды еще нет всем привет и сегодня еще один прекрасный день в этом райском отеле единственное что как всегда обращает это место это местный обед сейчас мы идем на обед где как правило есть нечего вообще вот так вот выглядит главный бар чтобы поесть можно подняться на лифте либо воспользоваться вот данные данные лестницы тут на втором этаже есть туалет и в принципе все и да в основном здесь проходит и обед и завтрак и ужин есть еще платный ресторан который дорогой по вкусу видимо не отличается вообще хлеб вот в общем вот так вот вот это они называют рыбой вот это они называют мясом по поводу вкусняшек у них конечно все отлично детское меню что это я не знаю здесь не написано дальше овощи дальше идут рыба та же самая что и у взрослых и картошка ничего не меняется уже практически целую неделю вот как выглядит обед ребенка потому что больше ничего здесь есть он не хочет а вот как выглядит мой обед потому что все остальное есть я боюсь так сейчас мы идем завтракать будем брать омлет вот наш супер шеф который делает омлет который делает омлет сегодня у нас спагетти и пицца спагетти и пицца хреново работает кондиционер и фигачек я не знаю все печки все что можно сейчас вы посмотрите как все это выглядит но сейчас наверно может поменьше народу не знаю сейчас посмотрим это просто трамву жутки потому что ну просто не вам ты не хочешь ты хочешь просто сидеть и пить воду смотреть сами я не могу вам передать это как уехать в машине со сломанным кондиционером вот тот же самый вариант ну сегодня еще ничего сегодня правда 10 градусов меньше так пошли заново опять все то же самое что было на обед с самого утра то же самое это ничего не меняется все перекладывается та же самая рыба та же самая а вот картошка появилась смотрите появилась вареная картошка это правда вот это вот наверное вроде мяса нет вот здесь что-то похожее на мясо но не мясо и красный рис то что касается конфет все отлично вот видите если вы говорите что вы с камерой блогер то он кладет две штучки это вообще жесть если бы я подошел просто без камеры он бы положил одну и сказал что больше нельзя смотрите вот это вот доза тем скажи да вот это доза на одного человека то есть это все мясо за весь день ну картошка понятно картошку можете брать а мясо вот ты считаешь ты наешь что вот они мясо нет это ребенок не наестся вы представляете а грустный человек хочу сделать такое небольшое заключение по поводу данного отеля называется он как я уже много раз говорил аврора бэй находится он в обалденнейшей бухте которая просто суперской для детей и родителей ну реально очень классно здесь очень много и кораллов и черепах в общем все 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 что можно только себе представить вы здесь найдете это хорошая сторона отеля очень хорошая сторона реально то есть в принципе весь пляж здесь хороший здесь есть и дискотеки пляжные хотя вход на них почему стоит 4 или 5 евро есть и зонтики которые реально хорошие все но почему то как то все очень странно здесь работает да то есть ты приходишь на пляж ты должен занять зонтик потом пойти вытащить вот эти вот маты или как это называется которые мягкие на которых возможно лежать притащить их черт знает откуда потому что никто никогда тебе ничем здесь не поможет это факт к сожалению что здесь еще хорошо территория отеля реально просто классная вот ничего не могу сказать даже один из самых дорогих отелей барон в шарм-эль-шейхи не может похвастаться такой зеленый ухоженный реально ухоженный красивой территории то есть никаких минусов я сказать по поводу этого не могу они правда ухаживают правда стараются что касается самих номеров номерах хорошие да они не новые далеко не новые немного пошарпанные condition работают просторные вы это все видели на видео выходят они здесь нет такого что прям где не есть окна которые смотрят на бассейн очень красиво есть смотрят которые в пустыне но здесь нет таких прям ужасных видов которые не знаю там трассы или еще что-то хотя в принципе трассы есть вот наверно те пару домов все-таки выходят ну как бы это не особо напрягает вот честно скажу потому что вы же едете сюда не в номере сидеть правильно поэтому ну не знаю мне в принципе номер не особо важен что касается чувака который убирается убирается он очень классно первые 5-6 дней вам делает зайчиков ежиков из полотенец все но после того если вы ничего ему не оставите соответственно ничего не будет и не забывайте вам должны выдавать воду то есть бутылка воды у вас должна стоять все время дома он ее постоянно видимо тырит то ли у них с водой напряженка верни у них с водой напряженка ну видимо совсем напряженка что они и уносят домой или черт знает я даже не знаю как сказать а дальше нет но убирает он нормально то есть к этому никаких принципе претензий у меня нет не было находимся мы здесь уже 24 дня то есть принципе мы уезжаем уже через пять-шесть дней и я не думаю что будет какие-то новости то есть мы достаточно много посмотрели еще один плюс это анимация с детьми они практически к сожалению не играют но для взрослых нет хотя играют играют вечером идет музыкальная дискотека детская каждый день потом начинается взрослые шоу они стараются как могут при их ней мизерный залплате реально мизерный ребята очень приветливый хороший то есть нет никаких проблем сам персонал отеля которые здесь ходят некоторые очень приличные люди некоторые прям настолько гадские настолько противные то есть если ты ему там не даешь денег то он тебе ничего не поможет в общем ужасное отношение по поводу полотенец да вы взяли полотенца с утра либо вы меняете их на следующий день на чистые либо отдаете в конце дня нельзя уйти на обед поменять их и вернуться в общем этот вариант не прокатывает один раз и самое ужасное то что они есть не всегда далеко не всегда есть то есть да если вы пришли там в середине дня может полотенец и нет вам скажут подождите 10 минут там еще 30 еще 40 и в общем уже вы домой идете по поводу еды это кошмар это просто кошмар у них еще час мы попали на праздник рамадан я не знаю может они нас хотят на пост посадить или еще что-то но реально есть просто нечего мясо нет вообще все единственные вещи которые можно съесть находится в разных концах ресторана мало того что в этом ресторане дышать нечем отвратительное отношение в общем не знаю вот по поводу еды просто ужасно вот честно вам скажу если бы с едой было все нормально то вот правда я бы сюда ездил потому что из-за вот этой лагуны которая находится рядом со мной но просто вот вам пример да я познакомился женщиной она немка она была в обычном отеле ну то есть она в хорошем отеле все здорово но находится прямо на берегу моря то есть нигде бухта а где конкретно открытое море и что вы думаете она приехала на неделю и смогла покупаться только один день все остальные дни были ветер тут вы можете купаться неважно ураган не ураган здесь всегда вода спокойно единственное отличается на мутная либо прозрачная да вот только этим все остальные дни дети могут ползать все просто идеально дальше про еду я сказал блин ну там вообще реально просто рассказывать нечего мало того что через раз попадается чего-нибудь в еде в общем ужас ну на самом деле прям ужасно мне очень не нравится если здесь и выдают хорошие иногда курицу там гриль там еще что-то но выдают настолько мизерные кусочки что человеку там допустим не в 90 килограмм наезд с этим мы просто нереально тем более ты здесь плаваешь с утра до вечера у тебя энергии уходит куча и в общем жуть что еще по плюсам да в принципе ну ехать можно самое что интересное да то что мы встретили очень много людей кто здесь уже был до этого и кто приезжает самое что интересное уже не первый далеко раз а там раз пятый они говорят что раньше было кофе сейчас это порошковое молоко с каким-то я не знаю с чем это вообще ужас просто это не кофе а кошмар раньше стояли кофе машина везде раньше была кока-кола сейчас это кул кола которая на вкус боже мой ребят даже не пробуйте я один раз попробовал все то есть лучше и там отдать 1 доллар за банку колы в магазине и выпить ее один раз в день чем пить с утра до вечера вот это вот это просто отрава если вы раньше думали что кока-кола отрава и пить нельзя то кул кола это отрава всех отрав дальше что касается по сокам это конкретно порошок причем порошок разбавленный водой до такой степени что остается только цвет вкуса нет вообще то есть это какая-то мочеобразная жидкость желтого зеленого красного цвета пить это нельзя вода есть до воду можете везде брать проблем с этим нет ну наверное все я раньше было раньше было кока-кола раньше были соки раньше было даже бутылированная кока-кола самое что классное то есть вы подошли вам налили из бутылки настоящую кока-колу да что касается спиртных напитков к сожалению я можно к счастью скорее я не пью и то что они там пьют из чего это им наливают это страшное зрелище я не знаю честно говоря как они выживают но возможно это пить можно возможно и нет но выглядит ужасно даже ничего говорить не буду алкоголь есть но что это за алкоголь чертю знает дальше приплывают черепахи постоянно то есть через день вы можете здесь третья черепаху если не каждый день есть практически все подводный мир вы посмотрите отдельные еще ролики то есть супер что касается компании которая занимается дайвингом да она дорогая в плане того что там все на евро это минус ну по крайней мере для нас минус если было бы на доллары было бы гораздо дешевле но она реально то есть хорошая да у них есть вот эти вот небольшие египетский менталитет в плане того что приходи к 8 а все начинается как минимум в 10 да это у них бывает но в общем все отлично то есть я полностью доволен никаких проблем не было да наверное все можно подойти к концу к сожалению отпуск заканчивается самое что интересное все кто здесь работает все говорят что лучше снимать апартаменты в том же порт галибе либо уже ближе к марсаламу я ну реально наверно на месяц да они стоят от 150 до там 300 400 евро это максимум то есть шикарные апартаменты у вас будет и собственный холодильник стиральная машина все кухня вышли купили продуктов и занимайте своими делами вам не надо есть эту гадость если бы мы знали раньше вернее мы знали но мы как-то побоялись детьми ехать наверно следующий раз уже будет такой перелет оказался не таким уж сложным дорога ну дорога до страшная в плане того что они гоняют здесь хотя ни одной машины нет то есть мы ехали вот сколько три с половиной часа вообще ни одной практически машины на встречу не было но все ладно не буду вас доставать на этом я заканчиваю нашу трансляцию из египта обзор нашего отеля аврора бэй с вами как всегда я макс если у вас остались какие то вопросы по поводу может что-то я не успел сказать обязательно пишите мне я обязательно отвечу и напишу как только смогу все всем удачи всем пока подписывайтесь на канал а